Туц-туц, пара-па-пара, ту-ту-ту-ту-туц. Привет! Добро пожаловать в Майнкрафт! Сегодня я хотел бы вам показать три необычных механизма на командных блоках. Два из которых мне подсказал мой друг PopLopChop, и один, который я нашел в интернете. Поэтому не думайте, что я их придумал сам, я их просто вам показываю. Ну и что ж, приступим к обзору. Хотели ли вы когда-нибудь, чтобы в Майнкрафт добавили Jetpack? Я лично нет, но зато его можно сделать при помощи команд. Итак, все, что вам понадобится, это три командных блока, которые должны быть цикличны и всегда активны. Ну и также три команды, которые я оставлю в описании. Как это работает? Командный блок отслеживает, есть ли у игрока палка. Вместо палки вы можете прописать любой другой предмет. И после того, как он отследит в вашей руке эту палку, он даст вам эффект левитации на одну секунду и на силу 5. Также мы в конце прописываем True, чтобы у нас не было частиц эффекта. Теперь перейдем ко второму командному блоку, который отслеживает, есть ли у вас в руке палка. И когда она у вас пропадет, эффект левитации у вас заберется. Вот, например, у меня сейчас нет никаких эффектов. И когда я возьму палку, я подлечу наверх и затем я убираю палку из рук и падаю вниз. В принципе, логично. И третий командный блок, он дает вам частицы вот этого вот огня. Он также отслеживает, есть ли у вас палка. Здесь мы прописываем координаты, то есть три тильды. Это значит, что в том месте, где находится игрок, там и будут воспроизводиться эти частицы. Но при всем при этом мы их немного опускаем, чтобы они были у нас под ногами. Здесь это распространение этого эффекта, этих партиклов. И здесь пишем 0, 2, normal. Ну, это как бы все понятно, наверное, я не знаю. Вот. И получается вот такая вот команда, при помощи которой мы можем летать. Оп, оп и оп. Очень классно. Как я уже сказал, все эти команды будут в описании. А следующий механизм позволит вам стать абсолютно любым мобом. Ну, как стать? Вы просто будете им управлять и все. Как всегда, нам понадобятся командные блоки, которые должны быть цикличны и всегда активны. Первая команда будет отслеживать сущность с тегом 1 и после чего телепортировать ее к вам. Тут прописано к ближайшему игроку, но вы можете к какому-нибудь определенному, если пропишите его ник. Но я все-таки напишу к ближайшему, потому что я здесь один. Второй командный блок тоже отслеживает сущность с тегом 1 и затем делает так, чтобы эта сущность поворачивалась вместе с вами и также наклоняла голову и смотрела туда, куда вы смотрите. Вот, в принципе, и все. Далее мы заходим в чат и прописываем вот такую команду, которая создает команду с названием 1, к примеру. И после чего модифицируем ее. Modif 1. Пишем вот это вот. SeeFriendlyInvisible. Чтобы все, кто находился в вашей команде, не могли вас видеть. Пишем false. Все. Теперь больше никто не может вас видеть, когда вы будете в невидимости. И также мы прописываем, модифицируем эту команду, пишем collision rule, чтобы никто, кто находился в вашей команде, не смог вас отталкивать. Это очень важно, потому что сейчас я вам покажу. Мы пишем вот эту команду, которая и создаст нашего моба, которым мы будем управлять. Давайте, к примеру, будем играть за корову. Пишем 3 тильды, чтобы она появилась именно на том месте, где мы сейчас находимся. И также пишем тег 1. Если вы его не пропишите, то все коровы, которые находятся в этом мире, телепортнутся к вам, и это не есть хорошо. И следующий inbt-тег, он отключает у коровы интеллект. То есть она не будет вообще ничего делать, она будет просто пустышкой. Но зато вы ей сможете управлять. Итак, создаем эту корову, и как вы можете заметить, она меня отталкивает. Поэтому мы прописываем тим и добавляем в команду 1 эту корову. Ну, напишем собака ешь, чтобы просто всех сразу добавить сущностей в эту команду. И вот мы стали коровой. Но не совсем. Пишем эффект, даем нам эффект невидимости. Invisible. На 10 тысяч секунд, это чтобы у вас был бесконечный эффект. Пишем 1 и true, чтобы у вас не было частиц этого эффекта. И вот мы стали коровой. То есть, например, мы смотрим вверх, и она тоже смотрит вверх. Мы смотрим назад, она тоже смотрит назад, и так далее. Таким образом, вы можете разыграть своих друзей, либо же снять какое-нибудь интересное видео с участием животных. И все это без каких-либо модов и плагинов. И это довольно-таки круто. Ну, и давайте посмотрим на последний механизм. Так, 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 и так. Смотрите, у меня есть лук. И все, что я сейчас делаю, это выстрельну из него вот в это огромное море лавы. И что же произойдет, сейчас увидите. Вот. Я убираю лаву, и при этом создавая вот такой вот каньон. И это выглядит супер-классно. Я лично от этого получаю эстетическое удовольствие. Я надеюсь, вы тоже. И поэтому советую вам опробовать эту команду обязательно. Все, что вам понадобится, это, конечно же, командные блоки. Можно, пожалуйста, я сниму ролик? В общем, и так. Все они должны быть цикличными и всегда активными. Ну, вы это прекрасно все знаете. Первая команда отслеживает стрелу и, благодаря команде fill, заменяет лаву на базальт. Вот эти вот координаты отвечают за то, сколько всего будет убираться лавы и заменяться на базальт. А вот этот командный блок также отслеживает стрелу, вашу выпущенную, и уже заменяет базальт на воздух. Что это значит? Смотрите, здесь координаты намного больше, чем тут. И если мы, например, отключим этот командный блок и запустим стрелу, то у нас получится следующая картина. Просто все до основания забьется базальтом. И чтобы у нас получались именно вот такие вот каньоны, нам нужно включить второй командный блок. Вот. В принципе, все на этом, я думаю. Вот такие вот... Вот такие вот классные команды необычные. Надеюсь, вам они понравились. И вы поставите лайк, а также подпишитесь на канал, если вы еще до сих пор этого не сделали. С вами был мистер Баф. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. До свидания. Бонус. Ай. Да ё-моё, а вас опять не злит. Все померли. Вы где, он все сносит? Нет, только камень, походу. Только лава. Только лава он сносит. А, вы меня зачит. А, камень-то как он сносит тогда. Так, камень-то лава. Да, что здесь происходит, ребят? Здесь какая-то дискотека авария происходит. Смотрите в лаву прямо. Лаву лаву. А это нормально, если что, посмотрите. Спасибо, Данилка. Спасибо, друг, люблю тебя, друг. Это ненормально. Ты это ненормальный, друг. Баф, а это нормально? Нет, это ненормально. Ты видишь, да? Что там происходит? Да, да, да. Что там происходит? Блин, ну все, зря я свинозум заиграл. У меня уже, если честно, с фпстами проблемы небольшие. Так, ста. Тоже поседает чуть-чуть. Не, у меня стабильно. У меня как держалось, так и держится. Сколько? 20 держатся стабильно. Три. У меня просто... У меня стабильно. Надо сам сам вверх стрелять в источник. Высточник надо... Ага. Что? Тихо. Нас на новое место телепортировали. Ой, нужно очистить. Да хватит. Вилка, вилка, вилка. За что, блин? Копается-то, это круто прям. Есть на ютубе видосики, короче, типа... Смотрите, мистер Баф, смотри. Я вот так кидайте. И она супер далеко, смотри, как улетает. Офигеть, да? Ага. Стрелу повыше чуть кидайте, ребят, и она прям супер далеко улетит. Да, это да. Она прям, она все снизу очищает. Короче, это... Видели же видео, где там мыло нарезают? Да-да-да, я что-то про эти видосы и говорю, да. Подходящее. Это прям одно и то же. Мало снежков. Каких снежков? Твой никак просто. Спасибо. Я тебе помогу. Давай-давай-давай. Или что? Нет, лава. О-о-о-о. Ой, нет, нет. Нет. Лети, лети. Лечу, лечу, лечу. Вроде лечу. Все нормально. Медленно, правда, наличил. Нормально. Слушай, блин, прикольно. Да бодрок тоже ломается, пацаны. У тебя на хостинг стоит на балконе, да, я так понимаю? Алло, так быстро. Не, в подвале, в подвале, как бы у мамы. Теперь возьмите палочку. Вы где все? Алло, я тут вообще-то как бы, да? Вот, возьми палочку. Дай палку, дай палку, дай палку. Я кидаю. Ой, а что так резко подкинуло? А конституция не запрещена? А, что это у кого? Так, теперь у меня есть палка. А у бацандаха есть меч. Слушай, а это не палка торчит, по-моему, у тебя, не? Угу, нет, такое осуждание. Да. Возьми дверь руки. Возьми дверь руки. Я себя бью. Оп, ой. Палите. Джитпак подрубили, блин. Так, ну все, я умер.